Некоторые слушатели могли бы обратить внимание, что прежде чем делать свертки 3х3 или 5х5, здесь происходит что-то странное. Мы берем свертку размером 1х1. Зачем это нужно? Это трюк, который экономит вычисления. Мы можем, например, взять 2048 каналов и пройтись по ним свертками 5х5. А можем сначала эти 2048 каналов предобработать, оставив из них, например, только 512, и потом пройтись по этим каналам свертками 5х5. Во втором случае у нас получится практически в 4 раза меньше операций, хотя результат у нас получится практически одинаковый. Этот трюк, кстати говоря, называется bottleneck. И в современном машинном обучении, имеется в виду там, где применяются нейронные сети, он очень популярен. Популярны также свертки 1х1, потому что при помощи сверток 1х1 можно уменьшать или увеличивать количество каналов. Итак, из inception блоков состоит сеть, которая называется GoogleNet. Это вот такая огромная монструозная сеть. И в этой сети красными эллипсами отмечены inception блоки. Поскольку у Google достаточно много ресурсов, они не поскупились, сделали эту сеть достаточно большой. Однако, опять же, есть проблема, которая заключается в том, что есть затухание градиентов. То есть, например, если вот здесь у нас функция потерь, и мы распространяем наш градиент от функции потери в оголубь, то он достаточно быстро затухает. Разработчики этой сети придумали способ для того, чтобы градиент не затухал. Они сделали следующее. Итак, мы решаем вот здесь нашу задачу. Классификацию картинок из ImageNet. Однако, ничто нам не мешает решать ту же задачу на слоях чуть-чуть пораньше. Вот, например, вот здесь. Или вот, например, вот здесь. Получается, что если у нас вот сюда доходит уже достаточно маленький градиент от нашей основной функции потерь, то вот здесь от вспомогательной функции потерь номер один начинает распространяться вглубь градиент уже новый, достаточно большой. Кроме того, где вот этот градиент от первой вспомогательной функции начинает затухать, там начинает помогать вторая вспомогающая функция L2. Вообще говоря, этих слоев, этих вспомогательных функций можно было накрутить везде, но в архитектуре GoogleNet вот всего две таких вспомогательные функции, которые помогают бороться с затухающим градиентом. Стоит отметить, что вот здесь, вот здесь есть набор из обыкновенных слоев сверток и пулингов. Так выглядит сеть, которая называется GoogleNet.